Техническая терминология тантрийской йоги – Вижняна Байрава Тантри. Итак, особенностью любой мистической традиции, как семиотической системы, является широкое использование специального кодового языка и специальной терминологии, имеющей двоякую цель. То есть терминология техническая на санскрите означает «санкета», то есть символ, оворос, парибгаша, парибаша и касанжня и так далее. Имеет двоякое значение. То есть попытка передать специальным языком особенности мистического опыта очень часто невербализуемого. И вторая его задача – это ограждение мистического знания от непосвященных. Наиболее интересным примером применения всего многообразия мистической терминологии вкупе с философской терминологией является Вижняна Байрава Тантра. Этот текст – один из наиболее важных текстов традиции кашмирского шваизма, иначе именуемого трика, протеобичного шассана, относящийся к категории агам, агама шастра, то есть базовых текстов откровения, имеющих, согласно традиции, божественное происхождение. Традиция считает Вижняна Байрава Тантру частью более объемного, несохранившегося текста Рудра Ямала Тантры. Большинство ученых, в частности Джайдевы Сингх, датируют текст Вижняна Байрава Тантры промежутком между VII и IX веком. Одно из наиболее ранних упоминаний Вижняна Байрава Тантры встречается в работе Адвая Самопапи в Арктика в Аманаххе, чья деятельность в области поэзии и шиваидской философии приходится в правлении кашмирского царя Джайапиды. То есть это приблизительно 779-й, 813-й год нашей эры. Итак, согласно теории структурного полиморфизма, в свое время предложенной Еленой Петровной Островской, каждая индийская религиозно-философская система складывается из трех содержательных уровней доктринального, психотехнического и логикодискурсивного. От себя добавим, что к названным составляющим следует отнести четвертый уровень — символический и ритуальный. Вне всякого сомнения, текст Вижняна Байрава Тантры относится к разряду текстов, посвященных по преимуществу психотехническим аспектам учения Трики. Мы говорим о психотехниках в достаточную мере условно, так как многие так называемые созерцательные психотехники носят в Вижняна Байрава Тантры характер углубленного философского или абстрактного размышления. К психотехническим текстам можно отнести тексты, относящиеся к классу Агам, а также их раздел — йога-пада, то есть йога как мистическое единение с созерцаемым или почитаемым божеством. Такие тексты, как Свачханда Тантра, например, или Малени Виджайотара Тантра, Нетра Тантра, Брамма Ямала Тантра. Вот, кстати сказать, Брамма Ямала Тантра частично была переведена, издана совсем недавно в таком международном проекте Гамбургского университета и французского востоковедного института в Пандичери. Настоятельно рекомендую. Очень интересный текст. Итак, Брамма Ямала Тантра, психотехнические и философские аспекты за последние десятилетия были тщательно проанализированы такими авторами, как Самадеева Судева, Викина Баумер, Цаба Кис как раз. Также я вам рекомендую на эту тему почитать, ознакомиться с такой работой. Тоже публикация Франческо Сфера, которой следует буддийский текст, Шаданга Йога, Анупама Ракши, это такой трактат очень интересный, с комментариями, Рави Шри Джняны, который под названием Гунабхара Нинама Шаданга Йога Типпани, изданного в Риме в 2000 году. Тексты аннотированная транслитерация. Трансляция. Ну, не претендуя в рамках доклада «Всестороннее описание номенклатуры философской, мистической, технической терминологии» Джняна Байрава Тандра. Кстати сказать, замечу, что подобная номенклатура не создана до сих пор в полной мере. Существует несколько таких вот проектов, вот типа Агама Абидана Коша, тоже международный проект, уже три тома вышло. Если там слова Тезаурус приводятся в порядке санскритского алфавита, вот вышло три тома, они дошли только ровно до середины, до буквы Та. И существует очень интересная санскритская энциклопедия под редакцией, главным редактором которой являлся покойный пандит Баладжитнах. Который называется «Кашмира Шаева Даршина Бригад Шабде Коша». Недостатки, очень много там, двухтомная большая энциклопедия с очень богатым иллюстративным материалом, но недостатки всех санскритских энциклопедий, как правило, их достаточно скупой и такой в духе сутар лаконичные статьи. То есть в полной мере они вот как бы не дают нам развернутого описания тех или иных реалий. Вот можно выделить несколько содержательных пластов и терминов, используемых в Вижняно-Байраво-Тантре по принципу соотнесения с другими религиозными мистическими системами. То есть, первое, группа терминов, свойственных исключительно данному тексту или только традиции кашмирского шиваизма. Таковым можно отнести термины специального кодового языка парибасика санжня. Например, шанта или капала. Шанта – одно из имен шивы, который означает мирный, умиротворенный, покойный, и так далее. Но в контексте Вижняно-Байраво-Тантре это чисто технический термин, который означает «ща-анта», то есть то, что следует за звуком «ща». А за звуком «ща» следует слог фонема «са». И, являясь частью мистической хамса мантры, он таким образом описывается. Далее вот «капала» – череп. Ну, опять-таки, в контексте Вижняно-Байраво-Тантре термином «капала» обозначаются вот эти вот два аспекта абсолютного сознания Пракаши и Марша. Собственно, «ка» пара-шакти-сия палака шива-санжня-кага шива-шакти-сама-йога капала-йкин-чаты. Пишет средневековый комментатор. Вот. Далее. И даже само имя Шивы Бхайрава рассматривается как некий окрастих. То есть Бхая Тот, кто заставляет всех кричать раба-эти от ужаса, от страха Бхая и всегда вездесущий во всем, благодаря постоянному произнесению слова Бхайрава, йогин становится Шивы. То есть Бхайрава это тот, кто своим свящающим сознанием, пишет комментатор, делает так, что все звучит, или тот, кто, будучи по природе своим свящающим сознанием, единым с крия-шакти, энергией действия, охватывает всю Вселенную. Тот, кто производит все, кто наполняет собой всю Вселенную, поэтому посредством непрерывной рецитации слова Бхайрава практикующие становятся Шивы. Также как и Крастих рассматривается имя Бхайрава как Бхарана Равана и Ведра согласно такой, то есть творение, поддержание, разрушение, вбирание. Далее термины, еще группа терминов общие для и для Веджняна Бхайрава Тантры, а также для Веданты и йоги Патанджали. Сравните с Дхарана 63-я шлока 86-я Кинчи Джнятам Двайтадай Бахья Лока Стамах Пунага Вишва Либхайрава Рупам Джнятва Ананта Пракаша Абрик Что-либо приводящее к двойственности внешний свет или внешняя тьма это форма Бхайравы начиная с состояния Вишва. Вот здесь используется специфическая терминология Веданты. Маркирующие четыре состояния сознания То есть таким вот словом Вишва Ади То есть Вишва и другие Итак Вишва Бодрствование в котором присутствует ограниченное знание продуцирующее двойственность Тейджас Сновидение в котором происходит восприятие впечатлений внешнего мира И Праджня Глубокий сон в котором пребывает абсолютная полная тьма Итак Далее третья группа терминов Термины общие с югическими текстами буддизма а также школами надхов югическую школу надхов и других Например лакши объект созерцания мудра определенное положение в ритуале как правило мудрами называются жесты руками осуществляемые в йоге мудра это фиксация либо тела либо определенная фиксация в определенном состоянии сознания в тексте Вижняна Байрава тантра они там приводятся кечери мудра лилигана каранкини отдали со своими специфическими особенностями здесь имеется ввиду не положение тела а положение сознания на которое нужно сфиксироваться и так чакра мандала двадошанта вот двадошанта это буквально означает 12 кончиков пальцев имеется ввиду некие точки точки внимания точки фиксации двадошанта она проводится либо от кончика носа либо над макушкой головы и вот когда мы это Багир двадошанта внешняя двадошанта и существует антар двадошанта внутренняя двадошанта вот которая находится в области сердца и вот наблюдая движение праны жизненной энергии вот на этих йогин концентрируется на этих двух точках первая же шлока первая же дгарана вижняна байрава тантра она гласит урдва прана ядго джива висар га атма пара учари утпати витая станы барана баритас кири вверх как прана и вниз как джива движется следует двигать следует возносить чарет висарга атму суть висарги суть творения вот этой шакти благодаря концентрации на двух точках ее возникновения возникает состояние барита вот в этом стихе огромное количество технической терминологии как раз прана и джива это технические обозначения для звуков сайха в хамсоманке барита это одно из имен тоже фактически как бы такое техническое имя высшей шакти барита значит наполняющая или содержащая в себе все учара учарет следует двигаться мы еще вернемся к понятию учара произносить дальше термины неразрывно связаны с метафизическими спекуляциями грамматистов для коранников вот сравните вот дара на 15 слог 38 то есть слушая непрерывный негибнущий звук в раковине вот ушной раковине вот либо в журчании водопада ручейка погружаясь в высший брахман погружаясь в шабда брахман югин достигает пара брахмана высшего брахмана ну и собственно аналогичный практически такой же стих содержится в надобинду упанишат в одной из югических упанишат там говорится две видье видитавье шабда брахмана парам чая шабда брахмана нишат пара брахмана брахмана то есть существует две видье как шабда брахман и высший брахман погружаясь в шабда брахман достигается высший вкратце изложим общую структуру и содержание ручнян пайра так она состоит из 163 шлок начинается с вопросов как обычный такой агонический текст представляет собой диалог между шакей и шивой начинается с вопросов богини о природе высшей реальности парататвы затем шлоки с 29 по 139 содержат описание 112 медитативных техник дхаран или йога пракрия или упай кстати все эти технику все эти самой вичняна байра ватантри нету такого названия как дарана или там йога пракрия и так далее то есть это все плод работы комментаторов средневековых которые впоследствии их описывали и комментировали дальше шлоки со 140 по 142 описывают результат практики далее следует от 143 до 153 содержат определение таких фундаментальных йогических и ритуальных терминов как бьяна джапа хома пуджа и так далее с таким очень своеобразным фундаментом плоки со 154 по 156 описывают аджапа джапу то есть хамса мантру мистической мантры дыхания и завершается текст традиционным благопожеланием и условиями хранения текста от них посвященных с самого начала начиная с вопросов Дэви текст Вижняна Байравы вводит нас понятийный аппарат тантрической метафизики и йоги практически общий для всех без исключения индуистских агам Дэви задает 8 вопросов о природе высшей реальности и приводит 8 наиболее важных терминов определяющих ее это шабдарашикала наватма трещира шактитрая надабинду ардачандра ниродика чакрарудга аначка вот шабдарашикала это является первичным потенциальным прообразом матрики санскритского алфавита шабдарашик набор звуков множественность звуков совокупность звуков недифференцированный логос в абсолютном сознании Шивы из которого путем сложного рекомбинирования через объединение с различными шактами Шива порождает из своего я все многообразие вселенной наватма наватма это девять сущностей буквально эссенциальная природа высшей реальности согласно метра тантри это пять то есть девять наиболее высоких ащудга таттв шива садашива ищвара видья майя кала нияти пурушей пракрити а также наватма мантра такая символ парамапады символ стоп гуру который в начале каждого тантрического реквала адепт визуализирует у себя над голове ставя мысленно стоп гуру он визуализирует что он ставит стоп гуру себе на голову и произносит вот эту самую наватма мантру которая состоит из девяти словов девяти сложных харакша малава трещира буквально означает три головы три наконечника три зубца три потока то есть трещира байрава тантра называет трещирой три метафизические категории трики это шива шакти нара то есть абсолютное сознание абсолютная энергия и живое существо в традиционном классическом таком шиваизме дужноиндийском шаевоседанте эти три категории называются пати паша и пашу то есть владыка господь путы и опутанный пашу душа также символически они представлены в прасада биджа сауха где са это представляет нару живое существо покрытого тридцатной таттвы от земли до кала таттвы оу дифтонг представляет собой щудга видью и швару и садашу а висарга символизирует шивую шахту обозначаемыми графически двумя вертикальными точками ну и так далее то есть я уж для сохранения экономии временем и дальше очень важный очень интересный момент это как используют как используется ну мы всегда наш что любой европейский язык что русский что английский очень беден в отношении передачи такого понятия как медитация to meditate to contemplate все практически ну созерцать еще можно сказать вот здесь же огромное количество употребляется различных терминов для обозначения этого понятия с его тонкой такой вот градацией с его тонкими нюансами вот и вот эти вот многообразия разновидностей процесса медитации на этих 112 дгарнах передается глагольными формами аптатива паро чарет чинтает дьяет бхавает парикальпает дгарает смарет правищеет нает кшипет враджет вот можно от этих глагольных форм собственно говоря образовываются наречия широко применяемые в качестве термина в комментаторской литературе у чара у чара это еще со времен грамматики панини панини и фонетики шикша обозначается вообще сам процесс рецитации вед произнесения и не только рецитации вед но и вообще произнесения с правильной артикуляцией того или иного слова предложения у чара это медитативное созерцание движения прана какой звук она издает все более более утончающийся бхавана это культивирование приведение к бытию это вот такое вот медитация такая креативная воображаемая мы воображаем даже не столько какие-то вещи или формы сколько состояния вот чинтона размышления вполне себе такое философское как и манана вот оно с этим связано дьяна вот здесь по-моему особенно созерцание как таковое кальпана кальпана вот это вот воображение это вот причем воображение такое тоже креативное и образное мы можем воображать там мандалы цвета состояние богов в их там антропоморфной или абстрактной форме кстати вижняна байрава тантри говорится что настоящая бхавана настоящая дьяна это пребывание в состоянии недвойственности с божеством а не созерцание его формы с руками на граве и так далее далее смарана смритель пометование пускай пометуют правейшее вхождение сами названия этих терминов говорят сами за себя что в этом состоянии сознание человек осуществляет и кшапана то есть кшапана устранение уничтожения кшепет следует бросить следует поместить следует обратить внимание либо свою концентрацию и так вот конечно там много чего разного интересного можно было бы извлечь кстати сказать мне в свое время было предложено было предложено прочесть лекцию по вижняна Бхайрава Тантри но там достаточно странная команда собралась и она сказала и они сказали так а можно это увязать как-то с вот эти Дхараны с учением Датайтреи вот я задумался вот а потом вот в общем обратившись вот к образу Датайтреи вот я вспомнил что у него там по одной из версий у него там существовало 24 учителя вот это земля воздух небо вода огонь луна солнце голод питон океан мотылёк чела слон вор мёрда и так далее я как-то начал применил некое такое творчество творческий подход и многие как говорится гуру Датайтреи они в общем созвучно оказались многим дгарна вечня на байрау тантре вплоть до того что ну там земля воздух небо вода они просто упоминают так или иначе вот а вот например мотылек патанга вот это символ одновременно праны вот кстати сказать в реглете существует даже целый гимн патанге вот и это ну скажем так басня о мотыльке который летит на огонь на огонь сгорает в нем может прочитаться вот как двояк с одной стороны как некое морализаторство что типа нехорошо идти на поводу своих чувств это нет гармич скажем так вот а можно прочистить образ мотылька как праны который сгорает в огне осознавания вот и тогда этот образ предстает совершенно в ином контексте ключе итак подводя итоги нашего краткого обзора отметим что исследование терминологии тантрической йоги важно для понимания множества философских феноменологических психологических ритуальных аспектов феномена индуистского буддийского тантризма и способствует расширению решению множества вопросов лежащих в сфере междисциплинарных исследований и компартивистских штудий вот на этом я остановлюсь благодарю за внимание всем добрый вечер очень интересно было послушать поучаствовать сейчас у меня появился такой вопрос в последнее время я сталкивался с темой панча макары я так понял что ее по-разному тоже интерпретируют не могли бы вы может быть как-то прояснить о том как вот технически этот термин понимается в тантрических текстах да вот во-первых начнем с того существует несколько уровней прочтения так или иначе как бы существует протягша то есть прямое непосредственное восприятие того или иного термина или того или иной реальности да есть анукальпа ну по крайней мере если мы говорим панча макари анукальпа замена замена и таттва то есть понимание вот как бы таковости вот с этим например максиа оно трактуется как как прана собственно говоря и изображается эти две рыбки это прана и апана которые движутся по наде по этим рекам в теле и там выйди и пингали и вот и подобно тому как рыбу сложно поймать точно так же сложно поймать прану схватить другое значение вкусить макси тоже уже в контексте например йоги надхов вот у рыбы как правило темная спина и белая брюхо белая брюхо вот и когда человека сконцентрировавшись йоги сконцентрировавшись на область аджня чакры третьего глаза вот у него глаза закатываются видны только белки называется вкусить максу сконцентрировавшись ну и так далее то есть вот эти многообразные уровни прочтения они по-разному понимают соответственно как бы ну как бы майтхуна там да это вот единение дживаку и параматмы окончательные эмоции шива и шахтинь хорошо спасибо пожалуйста так еще вопросы пожалуйста Олег я по поводу мантрочек начиная с шабдара шимава наватма макросаджа мантра это я упустила или это все все эти мантры перечислены в вичьяна бхайра или тантр не ну упомянуты скажем упомянуты упомянуты и ты еще не очень четко произнес хотелось бы уточнить это прежде всего все таки формы кута мантры биджа мантры на которые нанизываются разные смыслы потому что что касается например мантры саук там в принципе большая достаточно может быть разбежка по нанизыванию смыслов ну да тоже там много смыслов можно нанимать а вот мантричество упоминается так называемый пинда мантры наватма мантры чем пинда от биджи отличается то что в бидже три элемента как правило три элемента больше трех элементов в мантре вот но еще она еще она не представляет собой вот формулу такой вот ну как бы предложение какое-то да типа там массивая да вот грамматического значения у нее нет просто набор слогов там да вот это уже пинда мантра и пинда мантра она как раз упоминается в джиняне байра тантре приписано вот как бы созерцать ее вот ее элементы из которых она состоит как бы вдумываться всматриваться вслушиваться в ее смысл такой архетипический попытаться его уловить там и так далее салх тоже из вичиняна байра вы салх они удаются опять-таки намеки 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 то есть все-таки полностью она описана в манине виджайо да 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 и еще одно слово я вспомнила кута мантра вершинка кута да пинда мантра биджа мантра и кута мантра и сэту например ну это вот техническая терминология она уже тут она не применяется но так или иначе в других агамах и в других контекстах она так или иначе всплывает и наватма он тоже в биджиана байраве упоминается да непосредственно то есть вот они там спрашивают байравы это наватма да он говорит нет это символ вот а байравы это состояние вот это чистое бытие абсолютного сознания а это только символ который который служит там как сказано для незнающих глупцов и они являются сладкими в руках шахте это сладкие шарики модаки которые мать богиня там дает как бы детям чтобы успокоить их от ночных страхов вот то есть как бы бытие байравы ужасное он пугает живое существо живущее в сансаре своей непостижимостью и кто такой байрава вот шахте ему дает пилюлю сладкий шарик и говорит вот байрава успокойся кушай олег большое спасибо я хотел отметить ясность которая ну по-моему все таки важна меня очень порадовало и удивило что ты упомянул патангу потому что получается что отлично известный суфийский символ мотылька имеет свое соответствие в Индии еще поди знай кто его придумал а в Европе мы его знаем давным-давно со стихотворения Зейлеги Зейнзух блаженное томление в западно-восточном диване также могу напомнить чудесное название небольшого раздела одного из суфийских произведений собрание мотыльков выяснение сущности свечи спасибо тут еще несколько вопросов вот в частности вопрос Татьяны Иосифовны большое спасибо как толкуется паук и оса а ну там сейчас я сейчас навскидку не вспомню но там говорится что паук попадает в сеть и оса попадает в сеть вот и пытаясь выбраться она как бы в этой сети увязает и паук там ее поглощает ну там такое вот ну а здесь это в этом в этой же в этом же контексте можно вспомнить образ паука ткущего свою сеть вот этот паук брахману подавляется сети и здесь точно то же самое что все вот эти вот малые загрязнения это производные нашего же собственного сознания вот и чем больше мы пытаемся как бы из них самостоятельно выбраться там как-то разгрести это все тем больше увязать вот в этой сети вот здесь такой может быть интерпретируем хорошо и вот еще второй вопрос а вот разные методы Наталья Юрьев задает собственно говоря как бы в самой Вечняна Байрава Тантри вот если как бы такую аналогию более такую уже в виде психопрактики там вот прямо говорится что надо созерцать все окружающее как собственно как бы Векальпа или как сон например вот картина передо мной все что вижу все что слышу это сон вот Векальпа пытаться в ней как-то вот что-то там своими усилиями порядок навести это запутываться собственных Векальп да да следующий так следующий вопрос Наталья Юрьевна задает разные методы медитации слушания вхождения созерцания и так далее это фактически от умственных индрий в одну точку не всегда не всегда ну в принципе вот как бы они названы дхаранами дхаранами в более поздней комментаторской литературе что такое что такое дхарана вот я вот ой я вот процитирую йога сутру важные вопросы спасибо вот как раз соотнесение понятия концентрации вот как он понимался в йога сутре патандире вот так нашел дхаранами дхарана 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 третий раздел первое сутра то есть дхарана есть фиксация ума вот этого ограниченного сознания в общем чита чита как раз в терминологии кашмирского шиваизма в отличие от читаньи и читки вот это вот как раз индивидуальное сознание вот дхарана есть фиксация привязка буквально к одному месту к месту вот концентрация в отличие от дьяны и причем дхарана чем отличается от дьяны дхарана это некое усилие мы привязываем и вот стараемся не отпускать а дьяна это вот как бы объект медитации нашей как бы протекает вот сам собой как вот есть там такой образ что надо всматриваться в глядине мигающих взор в пространство небес узришь байрау вот вот небеса сами по себе неподвижны и югин он смотрит в безграничную даль неба и отождествляет его со своим сознанием а проплывающие облака которые меняют форму появляются исчезают он отождествляет со своими санкальпами и векальпами намеренными и примысливыми мысленными конструкциями вот примерно так можно ответить вот и соответственно Дхарана это уже более позднее появившееся в 17 веке комментатор Шиво Падьяя их так вот эти техники называют но он под большим влиянием и йоги и Атвай-Тавидан уже находился собственно в антрический контекст там во многом что называется утерян или ему придается меньшее значение шива-санту-сха-sанту-shta саргадир-хе-turишвар шива-санту-сха-sанту-shta саргадир-хе-turишвар саргадир-хе-turin саргадир-хе-turin Продолжение следует...